Компания Samsung представила обновленные версии среднебюджетных смартфонов Galaxy A51 и Galaxy A71. В этом видео я расскажу про изменения, мы сравним смартфоны между собой и вы поймете, почему теперь Galaxy A51 брать не только можно, а нужно. В данном случае основное отличие двух моделей это новая платформа и наличие 5G сетей. Да, я понимаю, что в мире практически нигде нет в развернутом виде и со стабильной работой, но тренд есть тренд. Первая версия смартфона Galaxy A51 основана на процессоре Exynos 9611, а Galaxy A71 на Snapdragon 730. 5G моделей получили одинаковую платформу Exynos 980. Компания Samsung по традиции не уточняет, какой именно процессор используется в смартфонах, но нам назвали характеристики процессора, а это именно Exynos 980. Именно на эту платформу указывали ранее тесты Geekbench. Он быстрее, чем Snapdragon 730 и Exynos 9611, который получился крайне непроизводительным, на что люди жаловались после приобретения модели A51. Процессор набирает в тесте Antutu около 330 тысяч баллов, Exynos 9611 около 140 тысяч, а Snapdragon 730 около 213 тысяч баллов. Новый Galaxy A51 5G стал не только производительным, но и получил более ёмкий аккумулятор. Он вырос с 4000 до 4500. Теперь базовая версия памяти это 6128, вместо 464, как было раньше. В остальном отличий нет. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя. Основная камера включает датчики разрешением 48, 12, 5 и 5. Габариты и вес у вас на экране. Galaxy A71 не изменился вообще, не считая платформу. Это всё тот же дисплей диагональю 6 и 7 дюйма. 6 либо 8 гигабайт оперативной памяти. 128 гигабайт флеш памяти. Аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. 32 мегапиксельная фронтальная камера и основная, с датчиками разрешением 64, 12, 5 и 5. Galaxy A51 5G обойдётся в 500 долларов за базовую версию памяти. Galaxy A71 5G можно купить за 600 долларов. И тут неожиданный поворот. Идея Galaxy A51 заключалась в недорогой цене и неплохой камере, в сравнении с соседями по песочнице. Но глючный процессор и как утверждали пользователи плохо оптимизированный лаунчер, похоронил смартфон за 2 недели после старта продаж. Да, он круто выглядит. У него перспективная оболочка от Samsung. Но исполнение... Многоточие какое. А жаль. Не думаю, что за 500 долларов он станет хитом. Ведь есть Redmi K30 Pro на последнем снапдрегоне, например. А глобально про Exynos мне сказать нечего. Мой Galaxy работал на снапдрегоне. А с вопросом, что в них не так, это не ко мне. Повторюсь, так как не использовал смартфон на этих камнях.